Российская Османская империя Российская Османская империя, начиная с 17 до конца 19 веков, имели 10 крупных военных конфликтов. Почти все они заканчивались победой России и заключением выгодных для России мирных договоров. Кроме того, именно эти поражения стали одной из причин ускоренного распада Османской империи. Конфликт между Россией и Турцией начался фактически в тот момент, когда турки захватили Византию, православное государство. Идеологический конфликт между православной Россией и мусульманской Османской империей носил системный, постоянный характер. Но кроме этого, Россия еще билась за выход к Черному морю. Босфор, пролив через который она соединялась с Европой, находился в составе Турции. Кроме того, вассал Турции Крым был очень большой, постоянной угрозой для России. Воины с Турцией шли в том числе за отмежевание от нее Крыма и его покорение, присоединение к России. Оно состоялось в 1782 году при правлении Екатерины Великой. И, наконец, немаловажную роль играло стремление России помочь единоверным, христианским народам, завоеванными турками и угнетаемыми ими с беспрецедентной жестокостью. Началу войны 1877-1878 годов способствовал подъем национального самосознания на Балканах, стремление порабощенных народов освободиться от османского ига. Это стремление вызывало яростное противодействие турецких властей. В 1866-69 годах на Крите вспыхнуло восстание против турок под лозунгом «Объединение острова с Грецией». Результатом ставшей широко известной жестокости, с которой турецкие власти его подавили, стало привлечение внимания в Европе к вопросу об угнетенном положении христиан в Османской империи. В частности, большой резонанс вызвали события в одном из критских монастырей, когда свыше 700 женщин и детей, укрывшихся за стенами монастыря, предпочли взорвать пороховой погреб вместе с собой, но не сдаться осаждавшим туркам. Османская империя была одним из основных врагов России на протяжении нескольких столетий. Правда, в XVI и XVII веке мы, Больфы, сталкивались с вассалом Турецкой империи, с Крымским ханством, с которым велись практически постоянные войны. Но несколько столкновений было и с турецкой армией. Это после присоединения Астрахани Иваном Грозным и в конце XVII века. Европейские страны постоянно хотели столкнуть Османскую империю в течение Средневековья, с Россией, представляя Россию неким таким бухером между Востоком и Западом. Но Россия еще была, конечно, не подготовлена тогда, чтобы решать эти вопросы расширения будущей империи на юг. 1875 год стал переломным для многих славянских народов. Балканские славяне наконец решили сбросить с себя вековое турецкое иго. В России в народной среде возникло и крепло желание помочь страдающим под игом мусульман, единокровным и единоверным братьям-славянам. Для преобразования этого желания в действие нужен был вождь. Таким вождем стал заслуженный боевой генерал Черняев, который из-за интриг в военном ведомстве был отставлен от службы. Он один из первых усмотрел начало крупного международного кризиса, связанного с вопросом о судьбе восточного славянства. Горячо отдавшись общественному движению в защиту турецких христиан, Черняев вскоре вступил в отношения с сербским правительством и был приглашен в Белград для руководства военными действиями в задуманной князем Миланом кампании против Турции. Русское дипломатическое ведомство, узнав об этих секретных переговорах, приняло меры к тому, чтобы Черняеву не было дозволено выехать из Петербурга за границу. Черняев обошел это запрещение переездом в Москву, где и получил заграничный паспорт без всяких затруднений. Переданный по телеграфу приказ о задержании его на границе также запоздал, и в июне 1876 года Черняев был уже в Белграде. Известие о назначении его главнокомандующим главной сербской армии послужило сигналом. Тысячи жителей Российской империи разного возраста, разных сословий на деле доказали свое единение с православными народами Южной Европы, вступая добровольцами в сербскую армию. На войну добровольцами уехали врачи Склифосовский, Пирогов и Боткин, писатели Гаршин и Гилеровский. Наплыв русских добровольцев в Сербию поднял сербскую попытку освобождения от османского ига на степень русского национального дела. Ход освободительной войны не соответствовал пылким ожиданиям славянофилов, но привел к непосредственному дипломатическому, а затем военному вмешательству России в турецко-балканские события. Александр II чутко уловил настроение в русском обществе и уже 12 апреля 1877 года был подписан высочайший императорский указ. Войска выдвинулись в поход. Заблаговременно с руководством Румынии было достигнуто соглашение о прохождении войск через территорию страны и об использовании железнодорожных путей. Это было большое достижение русской дипломатии времен Александра II. Перед русскими войсками на пути к Стамбулу были две естественные преграды – Дунай и Балканский хребет. Обе они были с успехом преодолены. Турецкий берег Дуная был основательно укреплен османами. Крепости в знаменитом четырехугольнике крепостей – Рущук, Шумла, Варна, Силистрия – были самыми защищенными в Европе, если не во всем мире. Дунай являлся полноводной рекой, турецкий берег которой был основательно заболочен, что существенно осложняло высадку на него. Кроме того, у турок на Дунае было 17 бронированных мониторов, которые могли выдерживать артиллерийскую дуэль с береговой артиллерией, что дополнительно осложняло форсирование реки. При грамотной защите можно было надеяться нанести русской армии очень существенные потери при попытке переправы через Дунай. Форсирование должно было начаться в ночь с 26 на 27 июня у Зимницы на южном берегу Дуная. Командование форсированием было возложено на генерала Драгомирова. По окончании форсирования должен был быть наведен мост и произведена переправа прочих войск главных сил Дунайской армии. Особое внимание было обращено на сохранение в полной тайне места и срока форсирования. Почти все приказы и распоряжения о форсировании и переправе отдавались только устно. С общими основаниями форсирования, без указания пункта и срока, Драгомиров ознакомил командиров частей своего отряда еще 24 июня. Но полные указания дал лишь утром 26-го, и при том только командиру полка и командирам батальонов и рот, которые были назначены в состав первого рейса десанта. Из состава главной квартиры пункт и время форсирования знало лишь строго ограниченное количество лиц. Даже царю Александру II точный пункт форсирования был сообщен лишь вечером 26 июня. Для сохранения в тайне пункта форсирования был пущен ложный слух о том, что форсирование состоится у Фламунды. Осадной береговой артиллерии в тех же целях было приказано бомбардировать в течение трех дней Никополь и Рущук. Для ночной стрельбы здесь впервые были применены прожектора. Войска 14-й дивизии в период с 21 по 24 июня прошли основательную тренировку. Ознакомление командиров Волынского полка с местностью южного берега Дуная в пункте будущего форсирования Драгомиров в целях скрытности произвел из сада у своей квартиры, которая для этого была избрана в удобном для наблюдения месте. К вечеру 26 июня четыре русских корпуса заняли исходное положение перед форсированием и переправой. Эти войска составляли десант, который должен был форсировать Средний Дунай на табельных железных понтонах. Десант был рассчитан на семь рейсов. Турецкие авампосты заметили понтоны первого рейса буквально в нескольких сотнях метрах от берега. Они сразу открыли шквальный огонь, но изначально он был не очень эффективен. Волынцы, стрелки, которые первыми добирались до берега, взбирались по крутому Дунайскому берегу на самый верх и быстро образовали небольшой плацдарм. Турки тут же зажгли веху на сигнальном шесте и к этому месту, месту высадки десанта, двинулись отряды из Систова и Вардена. Они развернули четыре орудия на заранее подготовленных плацдармах и открыли шквальный огонь. В ответ по ним открыла огонь русская батарея с противоположного берега Дуная. Первая турецкая батарея, открывшая огонь по переправлявшимся войскам, была подавлена. Переправлявшиеся через Дунай русские войска держали себя образцово. С понтонов никто огня не открывал, спасательные понтоны самоотверженно спасали тонущих. В числе первых достигли берега понтоны 2-й стрелковой роты Минского полка, который командовал поручик Моторный. Едва высадившись, Моторный с 80-ю солдатами по собственной инициативе бросился в штыки на засевших в обрывах турецких стрелков. Ударом во фланг русские частью перекололи, частью отбросили турецкую пехоту к востоку. Прибытие остальных рот Минского полка и удачное взаимодействие их с горной артиллерией окончательно решили дело на этой стороне плацдарма в пользу русских, и к 6 часам утра турецкая пехота была отброшена на восток по всему фронту. С третьим рейсом на южный берег Дуная переправился Драгомиров со своим начальником штаба и с генералом Скобелевым. После накопления на плацдарме достаточных сил встал вопрос о его расширении. Драгомиров принял решение в первую очередь овладеть Систовскими высотами. Наступление началось в 11 часов 00 минут, а к 2-3 часам дня Систово и окружающие его высоты были заняты русскими. Уже в этих боях цепь являлась основой боевого порядка. При форсировании Дуная впервые во время войны на Балканском полуострове получил боевое применение русский военно-полевой телеграф. Им был связан район переправы с царским наблюдательным пунктом. В тот же день, 27 июня, на южный берег Дуная было переправлено 4 полка пехотной дивизии с 4 батареями. К ночи на плацдарме находилось таким образом 28 батальонов и 30 орудий, свыше 25 тысяч человек. Удержание значительно расширившегося плацдарма можно было считать уже твердо обеспеченным. В течение 29-30 июня была перевезена еще и 35-я дивизия, так что в распоряжении командующего переправлявшимися войсками генерала Радецкого оказалось около 35 тысяч человек с 7-ю-8 орудиями. Если бы даже из Рущука и Сестова была переброшена вся находившаяся там турецкая дивизия Эшрефа Паши, то и она ничего не могла бы поделать с русскими войсками, занимавшими плацдарм. Инженерные подразделения войск быстро навели мосты, и основная масса войск переходила Дунай уже по мостам. Стратегическое значение форсирования Дуная у Зимницы и Сестова было велико. Дунайской армии открылся путь в Болгарию. Преодоление крупной водной преграды дало возможность переправить армию в четверть миллиона человек при незначительных потерях в 800 человек. Опыт форсирования Среднего Дуная в 1877 году явился ценным вкладом в развитие русского военного искусства и в целом дал много нового в области форсирования крупных водных преград большой армии. Русская армия двинулась вперед к Константинополю. Следующей естественной преградой был Балканский хребет, через который существовало несколько удобных переходов, главным из которых был Шипкинский. Защищающаяся сторона могла встретить атакующих на хорошо укрепленных позициях как на самом перевале, так и на выходе из него. Обойти Балканский хребет можно было вдоль моря, но тогда пришлось бы брать штурмом хорошо укрепленную Варну. Как только русские войска переправились через Дунай, великий князь Николай Николаевич, главнокомандующий русской армии, приказал срочно овладеть проходами через Балканский хребет. С этой целью к Шипкинскому перевалу 5 июля подошел отряд генерала Гурко. С севера 6 июля туда же подошел отряд Святопола Мирского. В это время хребет был занят турецким корпусом численностью 5000 человек. Святополк Мирский сходу атаковал его, однако потерпел неудачу. На следующий день с юга его атаковал также Гурко, но тоже потерпел неудачу. Тем не менее, турецкие войска посчитали свое положение крайне опасным и отступили. Как только это произошло, Шипка сразу была занята русскими войсками. Перевал Шипка идет по узкому отрогу главного Балканского хребта, постепенно повышаясь до горы Святого Николая, откуда дорога круто спускается в долину. Параллельно этому отрогу с востока и запада тянутся горные кряжи, господствующие над перевалом, но соединенные с ним лишь в двух-трех местах более или менее удобопроходимыми перешейками. Позиция, занятая русскими войсками на Шипке, совершенно не соответствовала тактическим требованиям. Единственная ее выгода состояла в ее малодоступности. Растянувшись на несколько верст в глубину, по крайне узкому гребню, она подвергалась на всем своем протяжении перекрестному огню с соседних господствующих высот, не представляя ни естественных прикрытий, ни удобств для перехода в наступление. При всем том, в силу стратегических требований необходимо было во что бы то ни стало удерживать этот проход в своих руках. Между тем, Сулейман Паша задался целью любой ценой овладеть Шипкой. Для этого к 8 августа рядом с ней собрали 28 тысяч человек при 36 орудиях. У защитников Шипки было только 4 тысячи человек при 27 орудиях. Это был Орловский полк и 5 болгарских дружин. И только во время боя к ним присоединился еще Брянский полк, увеличив число защитников до 6 тысяч человек. Утром 9 августа неприятельская артиллерия, заняв гору Малый Бедек к востоку от Шипки, открыла огонь. Последовавшие затем атаки турецкой пехоты сначала с юга, потом с востока, были отражены русскими. Бой длился весь день. 10 августа турки не возобновляли атак, и дело ограничивалось артиллерийской и ружейной перестрелкой. Между тем, Родецкий, получив известие об опасности, угрожающей Шипке, двинул туда общий резерв, но он мог прибыть, и то при усиленных переходах только 11 числа. Кроме того, приказано было идти на Шипку еще одной пехотной бригаде с батареей, которая могла подоспеть лишь 12 числа. Бой 11 августа начался с рассветом. К 10 часам утра позиция русских была охвачена противником с трех сторон. Атаки турок, отбиваемые русским огнем, возобновлялись с ожесточенным упорством. В 2 часа дня турки зашли даже в тыл русского расположения, но были отброшены. В 17 часов турецкие войска, наступавшие с западной стороны, овладели так называемой боковой горкой и угрожали прорвать центральную часть позиции. Положение защитника в Шипке было уже почти безнадежным, когда, наконец, в 7-м часу вечера прибыла на позицию часть резерва, 16-й стрелковый батальон, поднятый на перевал на казачьих лошадях. Он немедленно был двинут к боковой горке и при содействии других перешедших в наступление частей отбил ее у неприятеля. Подоспевшие затем остальные батальоны 4-й стрелковой бригады под командованием генерал-майора Цвицинского дали возможность остановить напор турок на другие участки позиции. Бой окончился в сумерках. Русские войска удержались на Шипке. Однако и туркам удалось сохранить свое расположение, их боевые линии находились лишь в нескольких сотнях шагов от русских. На рассвете 12 августа турки атаковали центральные участки русских позиций, а в 2 часа дня и гору Святого Николая. Они были отбиты на всех пунктах, но предпринятая русскими атака на лесной курган тоже не имела успеха. 13 августа Родецкий решился возобновить атаку на лесной курган и лесную гору, имея возможность ввести в дело больше войск вследствие прибытия на Шипку еще волынского полка с батареей. С лесного кургана турки были сбиты, но их укреплениями на Лысой горе овладеть не удалось. Атаковавшие войска отошли к лесному кургану и здесь в течение вечера, ночи и на рассвете 14 числа были неоднократно атакованы неприятелем. Все атаки были отражены, но русские войска понесли настолько большие потери, что Родецкий, не имея свежего подкрепления, приказал им отступить на Боковую горку. Лесной курган был опять занят турками. В шестидневном бою на Шипке русские потеряли убитыми до 3,5 тысяч человек, при этом 108 офицеров и двух генералов. Один из них, Драгомиров, был ранен, другой, Дирожинский, убит. Турки потеряли вдвое больше, при этом состояние обоих группировок практически не изменилось. Русские по-прежнему находились в очень тяжелом положении. Они с трех сторон были окружены неприятелем, а с наступлением холодов их состояние практически стало катастрофическим. Начинается Шипкинское сидение. Один из самых тяжких эпизодов войны. Защитники Шипки, обреченные на пассивную оборону, заботились главным образом об укреплении своих позиций и об устройстве закрытых ходов сообщения с тылом. Турки тоже усилили и расширили свои фортификационные работы и непрерывно осыпали русскую позицию пулями и артиллерийскими снарядами. 5 сентября в 3 часа ночи они снова предприняли атаку с южной и западной сторон. Им удалось овладеть так называемым Орлинным гнездом, скалистым и обрывистым мысом, выдающимся перед горой Святого Николая, откуда они были выбиты лишь после отчаянной рукопашной схватки. Колонна, наступавшая с запада, была отражена огнем. После этого турки серьезных атак уже не предпринимали, а ограничивались обстрелом позиций. Наступление холодов обернулось настоящей катастрофой для русских войск. Особенно тяжело холода и вьюги переносились на вершинах гор. Если в период с 5 сентября по 24 декабря русские войска потеряли убитыми 700 человек, то больными и замерзшими 9 с половиной тысяч. Конец 1877 года ознаменовался завершением Шипкинского сидения. После удачной атаки русских войск на турецкие позиции турки оставили перевал. Путь на Константинополь был открыт, но достаточных сил для наступления в Забалканье не было. После успехов последовали неудачи. Великий князь Николай Николаевич с момента перехода Дуная фактически потерял управление войсками. Западный отряд овладел Никополем, но не успел занять плевну, куда подошел 15-тысячный корпус Осман-Паши. Предпринятые 8 и 18 июля штурмы плевны окончились полной неудачей и сковали действия русских войск. В русско-турецкой войне участвовала уже реформированная русская армия. Это была совсем не та армия, которая проиграла Крымскую войну. Реформы императора Александра II, которые касались всех сторон жизни России, отмена крепостного права, судебная реформа. Одной из наиболее удачных была военная реформа. Во-первых, в России наконец была ликвидирована рекрутская повинность. И армия стала обученной с помощью резервистов подготовки, целая система подготовки совершенно новых кадров и офицеров запаса, и рядовых. И здесь очень много было успехных действий передовой русской военной мысли. Русские войска на Балканах перешли к обороне. Сказалось, недостаточная численность русского экспедиционного корпуса, резервов для усиления русских частей подплевной, у командования не было. Были срочно запрошены подкрепления из России и призваны на помощь румынские союзники. Подтянуть необходимые резервы из России удалось только к середине, к концу сентября, что затянуло ход боевых действий на полтора-два месяца. Ловча на южном фланге плевная была занята 22 августа. Потери русских войск составили около полутора тысяч человек. И новый штурм плевны 30-31 августа окончился неудачей, после чего было решено взять плевну блокадой. 15 сентября под плевну прибыл тот Лебен, которому было поручено организовать осаду города. Для этого требовалось взять сильно укрепленные редуты Телиш, Горный и Дольный Дубняки, которые должны были послужить осману опорными пунктами в случае его выхода из плевны. 12 октября Гурко с тяжелейшими боями взял Горный Дубняк. При этом было убито три с половиной тысячи русских, турки потеряли полторы тысячи человек убитыми и 2300 человек пленными. Стремясь любой ценой снять осаду плевны, турки готовили тотальное наступление по всем направлениям. Контратаковать русское командование запретило вплоть до развязки под плевной. С середины ноября армия Осман-Паши, стиснутая в плевне в четыре раза превосходившим ее кольцом русских войск, стала испытывать недостаток продовольствия. На военном совете решено было пробиться сквозь линию осаждающих. 28 ноября в утреннем тумане турецкая армия обрушилась на гренадерский корпус, но после упорного боя была отражена по всей линии и отошла в плевну, где и сложила оружие. Потери русских составили 1696 человек, турок, атаковавших густыми массами до 6000. В плен было взято 43,4 тысячи человек. Раненый Осман-Паша вручил свою саблю командиру-гренадер генералу Ганецкому. Осману Паше были оказаны фельдмаршальские почести за доблестную защиту. Русская армия насчитывала 314 тысяч человек, ее противник 183 тысячи человек. Русская армия перешла в наступление, к ней присоединилась сербская армия. 23 декабря 1877 года западный отряд генерала Гурко занял Софию. В наступление перешел южный отряд под руководством генерала Радецкого. Они окружили и пленили 30-тысячную армию генерала Виссаль Паши. После этого 3-5 января 1878 года в сражении под Пловдевом была разгромлена армия Сулеймана Паши. Андрианополь 8 января русские войска заняли без какого-либо сопротивления. В ходе последовавших боевых действий русской армии удалось принудить лучшую турецкую армию Осман Паши к капитуляции. После этого русская армия разбила последние турецкие части, заслонявшие дорогу на Константинополь. Победоносное продвижение русских войск объясняется мощью армии России, прошедшей огни, воды и медные трубы. Армии, созданной Суворовым, Румянцевым, Кутузовым и другими великими полководцами. Однако во время войны проявились и негативные стороны России, воплощенные в высшем эшелоне власти. Главнокомандующий русскими войсками на Балканах великий князь Николай Николаевич Романов, брат царя, да и сам царь Александр II, вмешивавшиеся в военные дела, проявили себя малоспособными, некомпетентными военачальниками. Нередко своими непродуманными действиями они сводили на нет успехи, достигнутые такими способными генералами, как Гурко, Драгомиров, Скобелев. В результате этого русские войска несли неоправданные потери, замерзали на горных перевалах. Плохо была организована интендантская служба. Живописцу Верещагину пришлось стать свидетелем не только славных, но и мрачных страниц войны, не делавших чести высшему командованию. В своих картинах художник наглядно показал не только героизм, но и страдания русского солдата по вине бездарного высшего командования всей правящей верхушки России. Таким образом, боевые действия на Европейском театре войны, где предполагались главные военные операции войны, были завершены. На очереди были проблемы со стороны азиатской Турции. Здесь ставились цели обеспечить безопасность южных границ страны. Для этого было необходимо овладеть Батумом, Икарсом или Эрзерумом. Командование Кавказским корпусом было возложено на генерала от инфантерии графа Микаэла Тариеловича Ларис Меликова, армянина по происхождению, выдающегося военного и государственного деятеля России. Корпус был разделен на отдельные отряды согласно операционным направлениям. На правом фланге сосредоточился Ахалцихский отряд под командованием генерал-лейтенанта Девеля 13,5 тысяч человек и 36 орудий. В центре в Александрополе Гюмри расположились главные силы под личным командованием Ларис Меликова 27,5 тысяч человек и 92 орудия. И, наконец, слева стоял эриванский отряд во главе с генерал-лейтенантом Тергукасовым 11,5 тысяч человек и 32 орудия. Приморский отряд генерала Аклобжева 24 тысяч человек и 96 орудий предназначался для наступления вдоль побережья Черного моря на Батум. В Сухуми был сосредоточен общий резерв 18,8 тысяч человек и 20 орудий. Михаил Терелович Лорис Меликов крупный государственный и военный деятель 19 века. Он происходил из знатного армянского рода, хотя родился в Тифлисе, учился в Москве в институте Лазаревского институте восточных языков, потом получил военное образование и участвовал в многочисленных войнах Российской империи, которая велась в основном на Кавказе и в 1840-е годы, и в Крымской войне, и главное во время русско-турецкой войны 1870-х годов, когда Россия успешно действовала на Балканах, он тоже во главе войск успешно действовал на Кавказском фронте, взял крепость Карс и уже прославился как крупный полководец. Но, может быть, больший след Михаил Тирелович оставил в русской истории как администратор, крупный государственный деятель последних лет царствования императора Александра Второго. В это время угроза террора, угроза императору лично и государственным сановникам была очень ярко, она была символизировала этот страшный взрыв в Зимнем дворце, после которого Лорис Меликов был назначен, получил такие чрезвычайные поломочия по борьбе с терроризмом и вскоре стал собственно министром внутренних дел, это была ключевая должность Российской империи. Кавказские войска России, подступившие в 1877 году к турецкой твердыне Карсу, увидели реконструированную крепость, оборонительные сооружения, которые составляли мощные форты и цитадель, усиленную самой природой, горными высотами с крутыми обрывами, бурлящими реками в скалистых берегах, высокогорными перевалами и дорогами, больше напоминающими караванные тропы. Вокруг города, на высотах командующих окружающей местностью, имелись сильные форты. Укрепления эти превосходно защищали подступы к городу и имели сильную взаимодействующую артиллерийскую оборону. Сообразным условиям местности форты эти распадались на три группы северо-восточную, юго-восточную или равнинную и западную. Кроме того, были две линии укрепления и фортов на левом берегу реки Корсчай. Наибольшее значение имела первая группа. Она возвышалась над всем городом, цитаделью и отчасти укреплениями левого берега, а потому составляла ключ крепости. Форты этой группы были самыми сильными, они располагались на самых труднодоступных высотах. Вооружение крепости состояло из 300 орудий, преимущественно крупного калибра. Завладеть крепостью можно было легко, только взяв равнинные укрепления. Удар было решено нанести по юго-восточной части крепости. Именно оттуда легко простреливалась вся крепость и город. В городе хранились основные запасы для нагорных укреплений. И кроме того, только там можно было добыть питьевую воду. В ночь с 23 на 24 октября русские войска приступили к возведению осадных батарей, из которых первые три были построены против форта Канлы. Турки утром атаковали их и были отбиты. В тот же день генералу Алхазову было поручено оттеснить турецкие передовые посты против форта Хафиса, чтобы дать возможность ближе заложить здесь осадную батарею. Алхазов решил прежде всего овладеть неприятельской полевой батареей, выстроенной впереди форта и мешавшей осадным Фадеев, имея в своем распоряжении два батальона кутаистского полка, по ошибке уклонился вправо и очутился вблизи самого форта Хафис. Приняв в темноте это укрепление за батарею, Фадеев лихо налетел на вал, сбил турок с бруствера, огнем выгнал их из каменной казармы и захватил форт. Попытки турок в течение ночи выбить кутаистцев были неудачны. К рассвету они открыли с форта Карадага огонь по внутренним укреплениям. Только на рассвете кутаистцы поняли, какое смелое дело они сделали. Видя, что на подкрепление рассчитывать не приходится, а самим едва ли можно удержать форт, Фадеев решил отступить, приведя в негодность как можно больше орудий. Кутаистцы забрали с собой и пленных, 10 офицеров и 68 нижних чинов. Потери кутаистцев двое убитых, 52 раненых, в том числе два офицера. Ночной захват кутаистцами форта Хафиз произвел великолепное впечатление на русских. Во-первых, он показал, что штурмовать его все-таки можно, а во-вторых, он показал слабую эффективность турецкого огня. На турок он произвел ужасающее впечатление. Особенно после того, как на следующий день заработали осадные орудия русских, стало понятно, что среди турок начинается паника. Осадные орудия производили ужасающие разрушения в городе. Коменданту было отправлено письмо с предложением сдаться. Тем не менее, он ответил молчанием. Было решено прибегнуть к штурму. Диспозиция для штурма была такова. Под общим начальством генерала Лазарева колонна генерала Алхазова должна была взять форт Хафиз. Колонны генерал-майора графа Грабби и полковника Важдакина должны были с двух сторон взять форт Конлы. Колонне генерал-майора Комарова было поставлено задачей взять форт Чим. После овладения укреплениями все эти войска должны были взять город. Против остальных укреплений назначены демонстрации. Кроме того, оставлен общий резерв и особое прикрытие при главной квартире. Конница прикрывала Большую Эрзурумскую дорогу. Всего для штурма было назначено 32,7 тысяч человек. Из них для атаки на главные форты 14,5 тысяч, то есть почти половина. К 17,5 ноября войска сошлись на сборных пунктах и к 20,30 выступили соблюдая полнейшую тишину и имея впереди каждой колонны редкие цепи охотников. Граф Грабби направил на форт Конлы в Аждакина слева, а сам ударил с фронта. Форт состоял из трех отдельных укреплений двух передовых редутов и центрального люнета. Передовые редуты, а также траншея, соединяющая Конлы с фортом Сувари, были взяты. Но все атаки на центральное укрепление были безуспешными. Убитого Грабби сменил командир перновского полка полковник Белинский. После продолжительных усилий перновцам удалось ворваться через вал в главное укрепление. Но центральной каменной казармой, в которой засели уцелевшие защитники редута, овладеть было никак нельзя, а огнем оттуда защищалась вся внутренняя часть укрепления. На помощь были посланы один батальон из колонны Алхазова и прикрытие из осадных батарей, а также казаки Чевчавадзе. Инженер-полковник Бульмеринг, принявший начальствование, повел атаку с обоих флангов, конница заскакала в тыл. Тем не менее гарнизон упорствовал и сдался только к пяти часам, когда прочие форты-крепости были взяты. Таким образом, у главного укрепления было встречено наиболее упорное сопротивление и не здесь был достигнут решающий успех. Князь Ливан Иванович Меликов, армянин по происхождению, генерал-адъютант, член Государственного Совета Российской Империи, легко взял форт Сувари с налета и без выстрелов, благодаря тому, что турки приняли его приближение за обычный поиск охотников. Но у форта Чим его колонна была встречена страшным огнем. Самого Меликова смертельно ранило, а его заместитель видя, что атаки с фронта со стороны генерал-майора Комарова нет, отошел к форту Сувари. Два батальона кутаистцев под командованием полковника Фадеева должны были атаковать форт с западной стороны. Однако при начале атаки они нарвались на сильнейшее сопротивление местной близлежащей батареи. Для того, чтобы ликвидировать эту проблему, Фадеев приказал атаковать батарею. Выбитые оттуда турки в замешательстве бежали в сторону основного форта. Кутаистцы турки бежали в сторону другого форта Араб. Таким образом, к 22 часам кутаистцы захватили форт, который являлся фактическим ключом к обороне всего Карса и удерживали его в течение долгого времени, несмотря на попытки турок любой ценой вернуть его обратно. Колонна генерал-майора Рыдзевского так искусно вела демонстрацию огнем и притворным наступлением, что отвлекла внимание гарнизонов противолежащих фортов и этим обеспечила достижение успеха на других пунктах. Рыдзевский вместе с тем подготовил успех и самому себе, так как ему вскоре пришлось перейти к решительным действиям. На рассвете от генерала Лазарева пришло приказание ввиду падения Карадага штурмовать форт Араб. Около пяти часов Рыдзевский с абхазским полком и шестью ротами Гурильского начал взбираться на круче и взял Араб, защитники которого были деморализованы быстрым падением Карадага. Таким образом, к пяти часам все форты левого берега были в руках русских. К семи часам генерал Алхазов занял город и цитадель. Турки, собравшиеся на Шарахских высотах, попытались было прорваться в направлении на Эрзурум, но им путь преградили последними резервами, бывшими в распоряжении главной квартиры. В Карсе взято 303 орудия, до 17 тысяч пленных, в том числе пять пашей и до 800 офицеров и огромные склады запасов и имущества. Потери русских, один генерал, 17 офицеров и 47 нижних чинов убитыми, один генерал, 58 офицеров и 1726 нижних чинов ранеными. У турок было одних убитых до трех тысяч. Взятие Карса имело огромное значение. Помимо потрясающего морально-нравственного воздействия, теперь все войска можно было перебросить под Эрзурум, последний оплот турок в этом регионе. Оборонительная линия выстроилась и снабжение было налажено быстро и хорошо. Однако наступление зимы смешало все планы. Горы покрылись снегом, снабжение было приостановлено, войска сели в длительную и глубокую осаду. При этом плохое снабжение привело к тому, что развились болезни, сыпной тиф и в результате от голода и болезней до 21 января момента подписания перемирия русские войска потеряли больными и погибшими больше, чем за всю кампанию. Ключевую позицию для овладения Эрзурумом представляла собой крепость БАЗ. Русские войска уже давно находились в ней. Поэтому для турок было крайне важно овладеть этой крепостью. 6 июня 1877 года началась осада БАЕЗЭТА внушительными тысяч в 15 человек силами дивизионного генерала Фаик Паши. Гибнет комендант крепости подполковник Ковалевский, получают ранения еще 4 офицера. Из 150 выбывших из строя нижних чинов 36 оказались в госпитале, семеро в плену и более ста пропали без вести. Три сотни казаков лишились лошадей и всей амуниции. Общие потери в роковой день осады составили едва ли не пятую часть всего БАЕЗЭТского гарнизона. Поздним вечером до сведения уставших до беспамятства осажденных довели приказ нового коменданта крепости капитана Штоквича. Ввиду неизвестности продолжительности осады и так как ни в одной части нет восьмидневного сухарного запаса, уменьшаю дневную дачу сухарей на один фунт. Так как имевшийся в крепости родник отнят неприятелем, имеющийся запас воды не слишком велик, прекращаю варку горячей пищи всем частям, кроме госпиталя. Дача воды в сутки, покружки в день на человека. Вскоре после начала осады мучимые жаждой, жарой и голодом защитники БАЕЗЭТа стали поговорить о возможной сдаче. Несколько атакующих волн турок привели к тому, что паника посеялась даже среди офицеров. Сквозь огонь и пламя противник шел плотно, как саранча. А в крепости в это время экономно доедали мясо павших лошадей. Резкие отчаянные вылазки за едой и водой приводили к огромным потерям. А в ближайшей реке вода была отравлена трупным ядом, и это приводило к еще большим потерям. Наступило утро 18 июня. Эриванский отряд генерал-лейтенанта Терго Касова шел на выручку БАЕЗЭту. Главнокомандующий турецкими войсками велел Фаик Паше перекрыть дорогу Тергу Касову, навязать на перевале караван-сарай, невыгодный русским бой. Ударить во фланг отряду Тергу Касова Фаик Паша послал кавалеристов в 2000 сабель, но тот увернулся от схватки. 20 июня Тергу Касов вступил в город Сурб-Аганес, Святой Иоанн по-армянски, недалеко от БАЕЗЭта. 22-го турки полезли на эриванский отряд с двух сторон, но все атаки были отбиты. Той же ночью на БАЕЗЭт пролилась Божья благодать. На защитников цитадели обрушился проливной дождь, спасительный эликсир. Осажденные наконец утолили жажду, но уже наученные горьким опытом дружно принялись делать запасы воды. Не осталось посуды, чтобы ее не наполнили водой, набирали ее даже в сапоги. Кто мог знать, сколько еще придется томиться в крепости? Мучительно тянулись дни, а помощь все не шла и не шла. Все больше одолевали сомнения, дошло ли до генерала Тергу Касова известие о бедственном положении защитников цитадели, отправленное с Ковальчиком и Петросовым. 27-го к 7-ми часам вечера отряд Тергу Касова численностью в 7,5 тысяч человек при 24-х орудиях стал в 6-ти верстах от БАИЗЭТа. Близость русского войска придала сил осажденным. Бригадный генерал Мунип Паша, обложивший крепость и занявший почти все высоты, имел возможность встретить отряд Тергу Касова кинжальным огнем, но момент упустил. 28-го июня, заняв самую высокую скалу, не занятую турками, Тергу Касов ударил оттуда по ним, что и решило судьбу сражения за БАИЗЭТ. Защитники БАИЗЭТа, все, кто еще держался на ногах, вымахнули из ворот цитадели и, смешавшись со стрелками 3-го крымского батальона, отбросили противника от стен крепости и даже захватили в плен 80 турок. Преследуя врага, Тергу Касов захватил еще и турецкий лагерь с большим количеством оружия, припасами и награбленным имуществом жителей города БАИЗЭТ, в котором не осталось с живой души. Когда главнокомандующий турецкими войсками Фаик Паша самолично подступил со свежими силами, делать им тут было уже нечего. Тем временем в Игдыр, где расположилась штаб-квартира эреванского отряда, прибыл главнокомандующий Кавказской армии великий князь Михаил Николаевич. Царственная особа, он велел отряду взять на караул и поднять знамена. Зачитали приказ по Кавказской армии и Кавказскому военному округу. Именем государя-императора объявляю вам, войска эреванского отряда, царское спасибо за вашу доблестную молодецкую службу, за ваши подвиги, за новую славу, которой покрыли вы ваши знамена. Геройскую оборону БАИЗЭТского гарнизона и спасение нескольких тысяч несчастных христиан Турции, искавших в ваших рядах защиты от неистов диких курдских племен, история занесет на свои страницы и с ними передаст памяти и примеру потомства имена ваши и вашего достойного предводителя. Ура эреванскому отряду! Ура вождю его генералу Тер-Гукасову! 1 сентября 1878 года Фаик Паша предстал перед Турецким военным судом в Стамбуле. Суд лишил его всех почестей и званий, выгнал с воинской службы и приговорил к шестимесячному тюремному заключению. Победный штурм Карса и снятие осады Баязета поставили точку в русско-турецкой войне на Азиатском фронте действий. 19 февраля 1878 года в пригороде Константинополя Сан-Стефана между Российской и Османской империями был подписан мирный договор. Сан-Стефанский мирный договор изменил всю политическую картину Балкан в пользу интересов России. Сербия, Румыния и Черногория ранее вассальные по отношению к Турции получали независимость. Болгария, ранее бесправная провинция, обретала статус княжества, хотя и вассального по форме Турции, но фактически самостоятельного со своим правительством и войском. Турция обязалась выплатить России контрибуцию в 1,4 миллиарда рублей и уступала на Кавказе Карс, Ардоган, Боезет, Батум и Южную Бессарабию, отторгнутую у России после Крымской войны. Между тем, Англия и Австро-Венгрия, успокоенные тем, что Россия не заняла Константинополь, начали кампанию за пересмотр Сан-Стефанского договора. Обе державы особенно ополчились против создания болгарского княжества, которое они верно расценили как форпост России на Балканах. Таким образом, Россия, только что с трудом осилив Турцию, оказалась перед лицом коалиции из Англии и Австро-Венгрии. Для новой войны сразу с двумя противниками, из которых каждый был сильнее Турции, у России не было ни сил, ни условий. Царь обратился было за дипломатической поддержкой к Германии, но Бисмарк отказал и предложил созвать международную конференцию по восточному вопросу в Берлине. 13 июня 1878 года открылся Берлинский конгресс. Председательствовал на конгрессе Бисмарк. Делегацию Англии возглавлял премьер-министр. Францию и Австро-Венгрию представляли министры иностранных дел. Главой русской делегации формально считался 80-летний князь Горчаков, но он был уже дряхал и болен. Фактически руководил делегацией русский посол в Лондоне Шувалов, который оказался никудышным дипломатом. Злые языки уверяли, что ему случалось путать Босфор с Дарданеллами. Конгресс сработал ровно месяц. Его заключительный акт был подписан 1 июля 1878 года. В ходе Конгресса выяснилось, что Германия, обеспокоенная чрезмерным усилением России, не желает ее поддерживать. Франция, еще не оправившаяся от разгрома 1871 года, тяготела к России, но так боялась Германии, что не смела активно поддержать русские требования. Пользуясь этим, Англия и Австро-Венгрия навязали Конгрессу решение, изменившее Сан-Стефанский договор в ущерб России и славянским народам Балкан. Территория Болгарского княжества была ограничена лишь северной половиной, а Южная Болгария стала автономной провинцией Османской империи под названием Восточная Румелия. Независимость Сербии, Черногории и Румынии была подтверждена, но территория Черногории тоже урезана по сравнению с договором Сан-Стефана. Россия возвращала Турции БСЗ, а в качестве контрибуции взыскивала не 1,4 миллиарда, а лишь 300 миллионов рублей. Наконец, Австро-Венгрия просто выторговала себе право оккупировать Боснию и Герцеговину. За неделю до начала Конгресса английское правительство вынудило Турцию отдать ей Кипр взамен за обещание каким-то образом содействовать ей во время проведения Конгресса. Позиции России на Балканах с таким трудом завоеванной ценой сотни тысяч жизней русских солдат и офицеров в войне 1977-1978 годов были сильно утрачены. Конечно, по результатам Конгресса Россия все равно признавалась победительницей, однако победа эта не была такой уж удачной. Конгресса Редактор субтитров А.Семкин